Контрактное производство для мебельного бизнеса. Такая тема сегодняшнего выпуска. Меня зовут Юрий Архипенков, YouTube-канал «Мебельный бизнес в квадрате». Как найти контрактное производство, которое можно встроить в свою модель мебельного бизнеса и которое будет отвечать всем вашим требованиям по качеству, по срокам, по условиям взаимодействия, оплаты, по сервису, по логистике. Вот все, что я сейчас перечислил, большая часть мебельщиков России скажет мне, Юра, да это нереально. Я узнал, что в Брянске есть такое контрактное производство. Его основал такой скромный, но очень крепкий мужик-мебельщик, который зовут Игорь Таранов. Собственно, он меня пригласил для того, чтобы мы сняли такое видео, для того, чтобы рассказали о его компании, для того, чтобы у многих мебельщиков в России наконец-таки появился свет в конце тоннеля, и они поняли, что мебельный бизнес возможен. Без собственного производства, без сложных технических конструкторских отделов, что в мебельном бизнесе вы можете только заниматься выстраиванием дарительных отношений, поиском клиентов, выстраиванием алгоритмов онлайн-продаж, и все, больше вам заниматься ничем не нужно. Все остальное возьмет на себя контрактное производство. Они работают, начиная с вашего простейшего эскиза, и заканчивая логистикой и доставкой вашего готового, укомплектованного, упакованного заказа на объект к вашему клиенту. Поверили бы мне на слово, если бы после этого я не стал вам показывать на конкретных примерах, и не доказал вам действительно, что такая модель существует. И такое контрактное производство, оно реально осязаемо объективно. Я приехал в Брянск для того, чтобы рассказать и показать вам об этом. Готовьте ручки, блокноты, наливайте себе чай, кофе. Сейчас будет столько инсайтов, что волосы у вас будут шевелиться на спине, и, возможно, у многих мебельщиков жизнь повернется на до этого видео и после того, как вы узнали о контрактном производстве Игоря и YouTube-канале «Мебельный бизнес в квадрате». Это склад для той продукции, правильно? Да. Здесь все лежит по какому принципу? Да, на каждом поддоне лежит либо один заказ, либо один заказчик. То есть у тебя вот этот один поддон – это конкретный заказ на конкретного клиента. Получается ли так, что изготовленный тобой заказ, он кладется вот сюда, и через день он уходит? Или же этот склад как-то по-другому устроен? Через день может… Вот мне зависание интересует. То есть смотри, вот мы производим мебель. У меня бывает так, что на складе готовый собран, мы собираем уже в Карабах, склад переполнен, а заказчик говорит, ребята не успели доделать ремонт, подождите, пожалуйста. И у нас вот эти кухни занимаются склады. У тебя есть же тоже такое? Да, у нас такое есть. Пока склад позволяет нам это делать, лояльно относитесь к нашим клиентам. И, конечно, если мы можем позволить похоронить товар на складе, пока у конечного покупателя не готового помещения, мы можем подержать. Опять же, поскольку ты логистику осуществляешь, у тебя же все процессы, ты же должен привести, не просто доставить мебель, а доставить ее тогда, когда она нужна, когда там будут сборщики ее встречать и собирать. Ну, скажем так, работая в этой модели, у нас пока не было проблем со складом. Ну, условно говоря, там, скажу, клиент прям реально там не успевает, нужен месяц целый. Мы поддержим товар на складе, попросим, конечно же, вас доплатить, чтобы мы, как бы, деньги пустили в оборот. Вот, но проблемно мы это не доставим. Оплатить остаток, правильно? Да, да, ну, доплатить мы, как бы, товар сделали, готовы вам сегодня отгрузить его завтра, но можем вам бесплатно похоронить его в месяц. Каким образом потом отгрузка осуществляется отсюда? Ну, то есть, вот у тебя сейчас машина будет грузиться отсюда? Появляется сменное задание на погрузку у ребят. У них распределены, грубо говоря, по клиентам стеллажи, они знают, где примерно кто клиент лежит. А, ну вот, видишь, погрузчик. Это привез, да? Погрузчик привез, готовый. Таким же образом он приедет, заберет. Да, он заберет, подвезет к автомобилю. Погрузит, да? Автомобиль обязательно заезжает у нас в помещение, потому что... Зима, лето, дождь. То есть, мы грузимся только внутри. Товар везем покупателю, мы за него отвечаем. Соответственно, мы делаем все, чтобы мы свой товар сохранили, не побили, довезли. Это склад кромочных боеприпасов, да? Да. По какому принципу здесь все расположено? Здесь все кромки для ДСП «Эгер». С какими работаешь? С толщинами, шаринами? Все кромки здесь. 0,4 на 19, 0,8 на 19, 2 на 19, 2 на 28, 2 на 35, 2 на 43, 0,4 на 28, 0,4 на 35. Каждая кромка имеет свою ячейку, что позволяет ребятам очень быстро брать кромки и не терять времени. Склад динамично пополняется, то есть ходовые позиции, ну, все позиции, в принципе, есть отлаженная система анализа остатков. Все оборудование я выбирал сам, покупал сам, подбирал исключительно, чтобы мы могли задачи решать наших покупателей эффективно, быстро, очень качественно. И в целом я бы даже мог сказать так, что мы можем делать и кухни по миллиону. Наше оборудование, наш подход позволяет это делать. Но, к сожалению, это не наш клиент, потому что мы хотим более, ну, продукт массовый, да. Мы делаем такую мебель на заказ и такую хотим делать, которая, ну, удовлетворит спрос, потребности и сделает счастливыми конечных покупателей, ну, более обширную аудиторию. То есть это не значит, что людям подешевле должно доставаться что-то плохое. Им должно доставаться тоже качественный продукт. Я конкретно делаю все, что зависит от нашей компании, для того, чтобы продукт получался качественный. Ты как к этому пришел? Революционно или сам будучи мебельщиком, да, в прошлом, зная вот эти все мелочи, из которых складывается картина? Ну, наверное, скорее всего, это просто во мне. То есть это внутри меня такие качества, которые говорят, если делать, то делать качественно. Если не можешь, найди решение, да, то есть развивайся, ищи ответы, внедряй технологии. Если говорить там о каких-то производственных моментах, ну, могу вкратце сказать, такой регламент, чтобы распил деталей был с погрешностью до 0,1 миллиметра. Мы бьемся за то, чтобы качество храмления было идеальным. Опять же, не бьемся, а делаем. Так и есть у нас сейчас. Мы используем самый дорогой клей на рынке. То есть ты не... Самый дорогой клей. Все равно... Потому что я хочу, чтобы мебель стояла долго. Я хочу, чтобы клеевой шов был минимальный. А скажи, пожалуйста, насколько ресурсы у тебя, твой склад еще здесь позволяет от того, от той загруженности, которая у тебя, например, пиковая на сегодняшний день, ну, там, по статистике, насколько твой склад еще позволяет принять заказы? Ну, я думаю, что если чуть-чуть убраться, убрать лишние вещи, которые на нем хранятся не по назначению, да? Ну, я как-то их хоть не заметил особенно. Ну, есть чуть-чуть там какие-то вещи, которые можно убрать. Двукратный производитель. То есть дела есть сюда, да? Да, склада будет достаточно. Но опять-таки давайте посмотрим на стеллажи. Они же не полностью заняты. Они еще не полностью заняты. И даже не до 50% в целом. И плюс ярусы еще есть свободные, да? Да, и в каждой ячейке мы можем... То есть ячейка относится как бы к клиенту. Не к одному заказу. Мы можем положить туда 3-4 заказа одного нашего партнера, да? Соответственно, можно занять все это пространство. То есть можно предположить, что вот это вот комплексный заказ одного клиента. Можно предположить, но судя по надписи... Это один заказ. Мы видим там 3 где-то заказа. Мы видим 485 заказ, видим 486 заказ. То есть несколько изделий здесь? Да. Это один партнер, но уже здесь несколько изделий лежит. Хорошо. Пойдем в другую локацию. Ты находишься в Брянске. Я в Подмосковье. В Подмосковье, в Москве. Я вот увидел вот это видео, заинтересовался, получил твои контакты. Обязательно ли мне к тебе приезжать сюда в Брянск, чтобы с тобой познакомиться, посмотреть на твое производство, узнать в твоей системе работы, или как вообще вот эта интеграция происходит, расскажи? Ну, на практике я скажу так, многие клиенты, наши партнеры работают с нами не приезжая. Удаленно? Удаленно, даже несколько лет и ни разу не побывал на гостях. Зачастую есть такие вопросы, я бы сказал, что партнеру, у которого есть вопросы, лучше, конечно, приехать и закрыть их оперативно и на месте. Какие это могут быть вопросы у партнера? Ну, то есть, есть ли действительно то производство, которое он увидел там на фото и видео на сайте или еще где-то? Да, не пейкли это. Есть ли то качество на этом производстве, которое заявляют? Есть ли на производстве возможность выполнить тот объем, с которым придет он к нам на сотрудничество? Да, да, лапшу не навешали на уши, а клиент был уверен, что с нами можно работать и в долгую, и с нами он реализует те заказы, которые будет продавать. Я согласен с тобой, потому что, смотри, допустим, если я где-то в Подмосковье, я уезжу, там, твое предложение, я же не могу подойти к кому-то из мебельщиков и попросить показать твое качество. Этого я нигде не увижу, правильно? Ну, потому что твоя мебель уже уходит на объекты. Да, нет, конечно, у нас есть партнеры, у которых есть шоу-румы, соответственно, можно съездить, да, но... Ну, тогда проще к тебе приехать, зачем? Да, но ключевое здесь в том, чтобы ответить на эти вопросы, то есть, насколько мы можем, насколько мы способны выполнять те заказы, познакомиться со мной, потому что... Ну, личный контакт, он всегда... Да, потому что личный контакт, он всегда позволит в острый момент позвонить мне, и мы найдем точки напряжения, решения вопроса, или обсудим моменты, которые позволят масштабироваться партнеру, чтобы мы были готовы к его задачам, да. Но это не исключает также онлайн отношения, правильно, как ты говоришь, несколько лет мы знакомы? То есть, сотрудничество с нами или с контрактным производством позволяет в целом продать большой проект, да, взяться за него, зная, что за спиной есть хороший партнер-изготовитель, который сделает этот проект. Мы квалифицируем клиента, запросим у него, ну, поймем, какой мебель он торгует, потребности, в каком городе торгует. То есть, мы квалифицируем обязательно для того, чтобы, так как мы с розницей не работаем, нам нужно квалифицировать клиента и разговаривать только со своим партнером, да, в будущем. Какой задачей он к нам обращается, то есть, чем мы должны ему помочь, чтобы честно сказать, да, мы поможем или вдруг мы не про это, да. Дальше, соответственно, либо отвечаем на его вопросы, если у него сразу есть ряд вопросов, либо сами задаем темп и рассказываем позиционирование нашей компании, какие проблемы мы решаем и почему мы делаем именно так, да, с каким ассортиментом мы работаем и какая технология сотрудничества нашей компании. Дальше что? Все, я говорю, Игорь, окей, я хочу с вами работать с вашей компанией, что дальше происходит? Дальше мы, чтобы не напрягать еще будущего своего покупателя, партнера, который не знает все-таки, как с нами еще работать, мы первое, что от него просим, это какое-нибудь техническое задание, чтобы мы проанализировали его на информативность, готовность к вашей системе уже, да. Но возможность чтения этого проекта, да, то есть, так как мы работаем с картинкой, нам нужно, чтобы картинка была читабельна и на ней была информация. Для нашего будущего партнера сделать расчет, чтобы он уже сориентировался. Ну это тоже хорошая точка касания, да, чтобы все эти разговоры пришли к чему-то. Да, потому что если мы пойдем в долгую, а давайте прайс-листы вам дадим, а давайте обучим им, может это не надо, не факт, что нужно сначала реально, да, это процесс нелегкий для нас. Но это как точка входа, она необходима. Да, точка входа, то есть все рассказать, посчитать проект, созвониться и рассказать, что за цена, какая цена, куда она берется. А портрет клиента можешь свою дать? Наши клиенты это молодые ребята от 25 до 40 лет, которые, возможно, входят в рынок или уже начали торговать мебель на заказ год 2-3. Активно развиваются. Которые активно развиваются, которые применяют современные инструменты маркетинга для того, чтобы работать с клиентом, утеплять его и приводить его к сделке. А те, кто уже 20 лет находится в рынке, те, кто уже подгореть успел, те, кто хочет менять модель свою. Здесь сложность старой модели продаж. Сложно перестраиваться, да? Да. Ну, вернее, как будто и не должен никого перестраивать, то есть они сами сложно перестраиваются. Да, им, возможно, будет сложно перестроиться. То есть ты человек, который сам развивается, насколько я знаю, ты постоянно проходишь какие-то тренинги, и ты постоянно развиваешь свое окружение, вписываешься в какие-то движухи, да? И, видя весь вот этот молодой органичный процесс, который растет, молодыми мы можем назвать не по физическому возрасту людей, да, а именно по уровню сознания. Да. Ты сам, находясь вот в этом развитии, просто не готов работать с теми людьми, которые ищут постоянное оправдание, да? Я просто вижу, что люди также надеются свои ошибки, свои проблемы, недочеты, найти того идеального исполнителя, который все это сделает. Ну, здесь должно быть вин-вин сотрудничество, да, то есть, где партнер понимает нас и слышит нас, как, когда мы советуем, как хорошо и правильно запартнериться, чтобы все получили свой результат. Клиент всегда прав, как ты считаешь? Ну, наверное, нужно сказать, что клиент всегда прав. Нет, это для кадра. Давай сейчас выключили кадр, ты мне скажешь, как ты считаешь? В работе с клиентами, в работе с рекламациями я стараюсь придерживаться максимально здравого смысла. Тогда расскажи нам, пожалуйста, про свою систему контроля качества. Система, в которой все детали мы упаковываем, предварительно сканируя каждую видеозапись, которая фиксирует все происходящее. То же самое с фурнитурой, то есть, фурнитура собирается под камеру. И если к нам поступает претензия по, допустим, по нехватке фурнитуры, у нас всегда есть видеозапись, которая позволит нам ее просмотреть и убедиться. Потому что есть человеческий фактор. Да, да, да. Понятно, что кто-то может ошибиться в комплектации или в количестве. У нас, соответственно, есть архив, который хранит время упаковки каждой детали. Мы просто включаем видео и смотрим, как эта деталь прошла упаковку, в какой упаковке она была. Буквально за 5 минут просмотрел ее процесс упаковки, мы выявим, ну, точно ли наличие и отсутствие упаковки. Рекомендую вам, просматривая это видео, отмечать у себя, анализировать свой бизнес. А если у вас в вашем бизнесе, в мебельном, да, если вы занимаетесь и продажей, и производством, система контроля качества и система отслеживания вот этих вот узких горлышек, которые периодически происходят на производстве. Потому что, если этого нет, то, скорее всего, у вас достаточно часто происходят скандалы, вот эти вот выяснения отношений, кто как, в которые приходится вовлекать, ну, как бы, состав руководительский, да, для разборов. Хотя, на самом деле, вот такая вот система, она исключает вообще участие руководящего состава. Игорь, пару слов скажи, пожалуйста, про упаковку. Я обратил внимание, что помимо того, что пачка пакуется в картон, обвязываются внутри еще пластиковые уголки. Да. Для чего ты их ставишь? Уголки мы используем для защиты мебели. То есть у тебя стоят сколько? Два, четыре, шесть, восемь, да? Да. По восемь уголков пачки. По самым критичным зонам упаковки ты еще ставишь пластиковые уголки. Это позволяет нам максимально защитить товар при транспортировке гораздо дешевле стоимости репутации. То есть мы просто хотим, я хочу, чтобы наша мебель доезжала до покупателя целостности и сохранности. Знаете, как интересно, ребята, да, что вот из этих мелочей, которые на самом деле не очевидны, и мозг сразу включается, начинает считать расход, да, вроде как они и не должны быть. И заказчик за них не платит, условно говоря, да, и на круг вот этого всего склада это такие хорошие весомые деньги уходят. А если посчитать это в расстоянии на год, да, и то есть, собственно, Игорь мог бы экономить нормальные приличные деньги. Ну, я могу даже сумму сказать. То есть это порядка 100 тысяч в месяц на уголочек, 100 тысяч в месяц вот на его объем. Это лям 200 в год, которые могли быть просто лежать в кармане. Но если мы понимаем весь процесс от начала до конца и еще дальше, как результат результата, где-то незамеченный сбой, скол, который уйдет в изделие, уже заказчик его примет, но к нему пришел кто-то в гости и говорит, послушай, а что это такое? И если мы смотрим на процесс так, то вот этот миллион в год, миллион 200 в год, они, как ты сказал, гораздо дешевле, чем потерянная прибыль потом от того, что от тебя просто начнут отказываться, вкладываемый этот миллион приносит точно 3. Простая система бизнеса. Вот сидите вы сейчас думаете, чем бы начать зарабатывать? Просто ставите уголки на свою мебель в упаковку и с лямо вложенных зарабатываете 3. Не очевидно, но факт. Есть ли какие-то градации по партнерам, допустим, до такого оборота клиент относится к такой-то классификации, от такого-то до такого-то, есть такое или же... Нет, мы работаем по единой системе ценообразования, по единой системе пресс-листа. То есть я вот, допустим, тебе даю, как ты говоришь, 200 кухон в месяц, да, у меня будут какие-то преимущества перед тем, кто тебе дает 5 кухон в месяц. Я звоню и говорю, ребята, очень срочно, вот тут такая ситуация, когда мы там где-то что-то упустили, потеряли, очень срочно пойдите на встречу. Бывают такие ситуации? Ну, конечно, мы в целом всем идем на встречу, если есть такое обращение. Соответственно, у тебя клиента ориентированность, да? Если у кого-то с тобой работает, возникла потребность, вы ее рассматриваете по возможности. Конечно, если мы можем помочь, мы как бы стараемся помочь. Мы не говорим, что вот у нас есть график, и вы получите свой заказ только там 20 сентября, да? Нет, если это можно сделать завтра, послезавтра, чуть-чуть передвинуть, мы можем тогда. Не спекулируют на этой почве? Нет. Кто-то не пользуется этим каждый раз, там, давай еще быстрее, давай еще быстрее, давай еще раз быстрее. Ну, таких партнеров у тебя просто нет, они до тебя не доходят с таким уровнем осознанности. Не, ну, наверное, все есть, просто если это продукт, который от нас зависит, к примеру, да, по производству, да, произвести корпус быстрее. Ну, в целом корпус, который сделана конструкторская документация, он завтра, послезавтра начинает пилиться после старта предоплаты, да. Через 5 рабочих дней мы можем отдавать такой продукт, если там, конечно, что-то зависает по фурнитуре, и мы это еще не успеваем обеспечивать, мы можем сказать клиенту, корпус готов, но вот там петель не будет, допустим, вы сами там докупите, чтобы мы вам оперативно без них отгрузили. Да, без проблем, клиент соглашается, партнер, мы, соответственно, окружаем заказ. Теперь у меня вопрос к зрителям, у кого свое производство. Вот вы сейчас посмотрели, послушали, ответьте себе на вопрос, готовы ли вы в рамках своего производства обеспечить себе такие сроки исполнения, если готов конструкторский чертеж, то завтра уже ваше изделие идет в распиловку. Это риторический вопрос, ответьте на него себе, если хотите, в комментариях напишите. Я обратил внимание на производство, у тебя, вот я наблюдал за циклом возле кромочного станка, да, и у тебя за какой-то период времени там карусель была из тележек, то есть одна подъезжала, вторая уезжала, третья подъезжала, и я прямо как, знаешь, загипнотизирован был этим процессом. Что это, для чего и как ты к этому пришел? Смотри, на производстве у нас есть два типа высоких поддонов тележек, то есть есть тележки на колесиках и есть поддоны высокие. Значит, тележки работают в основном в зоне кромкооблицовочных станков. Значит, их функция какая? То есть, так как мы мебель на заказ делаем, детали разные, кромки доходят до трех-четырех кромок на одной детали. Соответственно, ребята, когда приступают к работе, уже понимают объем сложности заказа, к примеру, заказ, то есть цвет один, белый, а кромок будет использоваться аж четыре. Я это называю, кавычка, слово, ребята включают орлиный глаз. Пришел под дом, я, человек, который стоит на кромках в клеечном станке, беру детали по штрих-коду, классифицирую ее. Значит, если у нее есть кромка, например, у меня заряжена кромка 0,4. То есть, я прогоняю все детали, которые с кромкой 0,4, и если у нее еще будет там двушка, например, она откладывается на одну тележку. То есть, если она только с 0,4, она легла на одну тележку? Да, мы закромили одну сторону, деталь выходит, мы видим, что нужно кромить вторую сторону, но еще 0,4. Мы кладем на тележку, которая называется возвратная. То есть, она сейчас пошла опять сюда. Да. То есть, на нее несколько деталей кладутся, кладутся, заполнилась, ее опять вернули, ее по второму кругу, кромят 0,4. В этом же потоке идет какая-то деталь при кромлении 0,4, которая все, 0,4 закончилась, и там есть, допустим, сторона 2 мм. Ее кладут на вторую тележку, как бы откладывают деталь, которая пойдет возвратная, но она пойдет на двухмиллиметровую кромку. Потом третья тележка изначально, то есть, у нас на первом поддоне начинают лежать детали в перемешку с 0,4 и с 2, но есть детали, которые только кромку 2 мм, к примеру, имеют. Соответственно, такая деталь попадается в поддоне, оператору нужно ее быстренько сбросить в сторону. Вот он сбрасывает ее, так называемую, третью тележку. Значит, когда я внедрил эти тележки и высокие поддоны, производительность сразу выросла без чего-либо на 20-30%. Просто на ровном месте. Просто на ровном месте. Ну, не на ровном, и всему есть объяснение. При тех же условиях, я имею в виду, ты не менял людей, ты не менял статки, оборудование, процессы. Я вообще ничего не менял, кроме дал вот эти тележки, что когда ты внедряешь подобные вещи, у тебя нет сопротивления в коллективе. Они только рады, да, принять такие. Да, потому что, ну, буквально чуть говоришь, ребята, вот это для того, чтобы у вас не болела спина, для этого, для того, чтобы вы заработали больше денег. И все, они сразу принимают. Я говорю, если у кого-то есть сомнения, потерпите, вы просто попробуйте, давайте разберем какие-то вопросы. И сравним потом, да? Через неделю, допустим, да? Можно я тебе сейчас задам вопрос, который вряд ли будет интересен производственникам, но, скорее всего, будет важен для твоей аудитории, на которой ты целишься. Это вот развивающиеся, вот эти молодые предприниматели, которые горят сами огнем. Откуда ты черпаешь мотивацию? Что тебе помогает быть таким современным, идти в ногу со временем, не сгорать? Я уверен, что у тебя достаточно текущих, давай не будем их называть проблем, но задач, которые нужно постоянно решать. Что тебе помогает? Появляются задачи, я начинаю искать на них решение, то или иное. Это решение внедряется, и зачастую я вижу положительный эффект. Это меня очень мотивирует. То есть ты тот человек, который разруливает задачи, видишь в этом точку роста свою личность? Да. Я вижу, что у меня получается достигать результат. И это тебе еще больше заработает. И это еще сильнее позволяет мне с каждым шагом делать все шире шаг. Поскольку проблема никогда не закончится, я могу предположить, что Игорь это вечно верится. Потому что, благодаря проблемам, он только больше мотивируется их решать. Ребята, еще одно конкурентное преимущество. Прямо маленькую вставочку захотел я поставить в видео. Все. Смотрите. Обычно, когда работаешь с контрактом производства, у тебя возникают вопросы от заказчиков. Бывает такое. А у вас есть собственное производство? А покажите, пожалуйста, каталог ваших работ. Ну, бывает же такое. Как правило, не у всех небельщиков на начальном этапе. Да и потом есть какое-то портфолио готовых работ. Не все ездят, фотографируют. Но нужно что-то иногда показать. И бывает так, что вот в этой модели, когда продается на объекте, нужно показать что-то товар лицом. Смотрите, у Игоря в компании существует вот такой каталог. Каталог называется «Гид по кухням и по шкафам». В нем представлено много моделей кухонь, много моделей разных решений по шкафам. То есть, есть путеводитель прям по каталогу. Сейчас не могу об этом рассказать, но это очень крутая фишка, которая позволяет эффективно использовать каталог и находить мгновенно ответы на вопросы ваших покупателей. Позволяет работать с клиентом на адресе, на замере. Скрывать возражения. Да, отрабатывать возражения и находить похожие модели под запрос вашего покупателя. Еще на одном из разворотов этого каталога я увидел фотографии с твоим производством, где написано «Производство, адрес, но нет контактных телефонов». То есть, я как мебельщик, который с тобой взаимодействовал, могу показывать своим клиентам. И это не обман, и это не ложь. Я могу говорить, что вот наше производство, наше производственное мощность, расположенное в городе Брянск, и вот фотографии с производства. И это тоже усиливает доверие, потому что, как оно и есть, работая с тобой, я могу сказать, что в моей производственной мощности расположена у тебя цеха. То есть, каталог создан специально, без логотипа нашей компании. Вот, что важно. То есть, он является помощником для продаж партнеров своим розничным покупателям. Единственное, что здесь есть фотография производства, на которой написано, что производство находится в городе Брянск. Нет никаких контактов. Но даже если бы они были, вдруг у нас клиент найдет, еще раз повторяюсь, мы категорично не работаем в розницу. И этих клиентов обслужить не сможем. Ты мне никогда не конкурент, потому что ты не продаешь. Да. Давай так, а если бы не мебель, то в каком бизнесе ты нашел бы себе применение? Вот сейчас. Допустим, не со старта, вот почему ты пошел в мебельный бизнес, как получилось. А вот сейчас, как ты оцениваешь, если бы не мебельный бизнес? И завтра нужно было бы, ну, вообще просто отменили мебель, больше нет. Есть какие-то нанотехнологии, мебель не нужна народу. Стереть его с лица земли? Стереть с лица земли. То есть здесь нужно думать. А если не стереть? А если не стереть, то... Ну, все, вырос ты, перерос из этого бизнеса, выгодно продал вообще. Мне пока нет этого дома. Мне пока нравится заниматься мебельным бизнесом. Я заметил, что ты человек, который можешь создавать процессы. Да, то есть для тебя, насколько я понимаю, сейчас ровно такое же производство, какое ты создал, его, так сказать, масштабировать, повторить и открыть где-то в другом месте уже потребуется не 5-7 лет, а сколько? Ну, я думаю, очень быстро, здесь вопрос зависит от... В целом наличии финансов, то... Есть, при наличии ресурсов, естественно. При наличии ресурсов нужно месяцев 8. Месяцев 8. Но это будет производство автоматизированной системы управления. Это не просто купить станки или нанять людей. Это будет качественно упакованное предприятие с людьми, с оборудованием, с техпроцессами. Знаете, мебельщики, зачем я задал этот вопрос так издалека? Все, что вы сейчас услышали, все эти проблемы берет на себя контракт производства. Если вы сейчас развиваетесь в мебельном бизнесе и вдруг подумываете о том, что для масштабирования необходимо свое производство и купить станки, Игорь только что сейчас сказал, но это будет не главное купить станки. Это в первую очередь система, вот это выстраивание всего процесса. Это то, в чем силен Игорь, и это то, что забирает его контрактное производство из вашего бизнеса, на что вам не нужно тратить время на изучение, во-первых, на внедрение, во-вторых, и на ошибки, в-третьих, потому что, может быть, вы пойдете не тем путем, не в ту сторону, и через то время, пока вы это все научитесь, адаптируете и внедрите, оно уже может стать неактуальным. Все же, знаешь, как про контрактников говорят, «Да я пойду лучше сам там напилю, сам куплю, привезу». Ну, из этого раскладывается ошибка, люди не умеют считать. Вот давай посчитаем сейчас твою систему. Я взял заказ на 200 тысяч, сколько в среднем я тебе оставлю? Ну, мы видим, что это должно быть 100-120. 100-120, да? 100-120. Какие затраты у нас остаются, если у нас нет собственного производства, нет персонала, которому можно платить деньги, нет налогов вот этих, нет вероятности совершить ошибок, и Игорь уже потратил 50 миллионов на то, чтобы нам не совершать ошибки, он купил оборудование, и он выстроил систему. Если считать так, то вот этот заработок, там 80 тысяч, которые вам остаются, это, наверное, очень высокомаржинальная получается модель бизнеса. Да? Я заметил за мебельщиками, а еще и сам по себе, когда развивался, что мы, мебельщики, не умеем считать цифры. Мы умеем считать прибыль контрактника и думая, что он съедает все наши деньги, но мы не умеем считать затраты времени, затраты на поездку туда-сюда к разных поставщикам, да, потом бодания со всеми, кто тебе совершил косяк, вместо того, чтобы прийти к одному контрактнику, который взял на себя ответственность за все. Если он получил себе на производство некачественный продукт, вы об этом даже не узнаете, это его проблемы. Если ему не вовремя пришла какая-то фурнитура, это не ваша проблема, это его проблема, он из кожи вылезет для того, чтобы вам обеспечить заказ в срок. Правильно я сейчас рассказываю? Думайте сами, решайте сами. Я думаю, что больше мы в этой локации вопросы задавать не будем, а я хочу пойти поговорить с твоими людьми. Меня, знаешь, какие интересуют фигуры? Это руководитель конструкторского отдела, потому что есть к нему вопросы. И я очень хочу поговорить с кем-нибудь из твоих, кто у тебя принимает заказы. То есть это тот человек, который занимается как раз общением с партнерами. Общением с партнерами и вот этой первичной работой, которая немаловажна. Сходим, есть такие люди, в них готовы к общаться. Итак, друзья, первый человек, с которым вам придется повзаимодействовать на контрактном производстве, это менеджер отдела продаж. В данном случае ее зовут Людмила. Людмила это тот человек, который взаимодействует с кем? С заказчиками, с клиентской базой. С клиентской базой. Основная функция ваша, чем занимаетесь? Я изучаю те задания, которые нам присылают на почту, изучаю его. Только изучаю или какие-то косичные недостатки? Выявляю, да, недостающие элементы, моменты, связываю с заказчиком, выясняю и доводим до конструкторского отдела. То есть вы, в принципе, обрабатываете заказ до того, как конструктор получает его уже под конкретную задачу для оптимизации по производству, правильно? Все верно, да. Окей, хорошо. Смотрите, у меня плохое настроение с утра. Мои заказчики вынесли весь мозг. У меня горят сроки. Я звоню на вас. Естественно, на ком мне сорваться, это на вас. Морал на вас с утра. Как дальше происходит ситуация? Я понимаю, что все люди индивидуальные. У каждого есть разные случаи жизни. Но это никак не повлияет на наше дальнейшее сотрудничество. Конечно, мы сделаем все возможное и окажем в свою роду психологическую помощь вам. Снимается вопрос. Я пошутил на самом деле. Такого быть не должно. И я, как мебельщик, сейчас от лица всех мебельщиков извиняюсь перед вами за такие ситуации, если они бывают. Правильно я понимаю, что менеджер отдела продаж – это, во-первых, психолог. Во-вторых, антикризисный управляющий. Я хочу вас спросить, Людмила, как качество дальнейшей работы вашей компании с этим клиентом зависит от того, насколько качественно вы обработаете первую заявку или работаете вообще с клиентской базой? Ну, мы в любом случае стараемся индивидуально подходить к каждому нашему клиенту, решать какие-то вопросы. Окей, я звоню, у меня сроки говорят, да, вы мне даете один срок. Я прошу, слезно умоляю, деликатно, вежливо, улыбаясь, пойдете мне на встречу? Конечно, пойдем. В любом случае мы всегда проанализируем наличие материала, наличие таких-то аргументов, возможностей нашего производства. И всегда пойдем на встречу нашему заказчику, если это в наших силах. Людмила, спасибо вам большое. Действительно, на самом деле, для меня было важно взять интервью у вас, потому что там за кадром, ведь не все понимают, да, как осуществляется работа с компанией, и что мне ответит не робот с железным, стальным голосом. Ваш звонок важен для нас, а живой человек с улыбкой, с приятной внешностью, который, может быть, мне с утра поднимет настроение на весь оставшийся день и вообще на всю оставшуюся историю в моем бизнесе. Спасибо вам, мы пошли в конструкторский отдел. Спасибо. Вот, ребята, мы пришли. Обычно я конструкторский отдел называю спецназом, да, потому что здесь как раз создается то, благодаря чему ваше изделие либо получится удачным, либо потом нужно будет разгребать еще месяцами косяки и искать виноватых и так далее. Представляю вам Евгения, руководитель конструкторского отдела. И, собственно, сейчас Женя расскажет нам о том, куда они стремятся, как растут и вообще какова суть ваша. Давай вот для будущих ваших клиентов потенциально, да, дадим понимание того, что ваша компания берет на себя, да, за мебельщиков. Значит, от наших клиентов нам приходит заявка, да, как ранее уже было сказано. Менеджеры принимают заявки. Это бланк, на котором есть эскиз изделия. Может эскиз быть от руки. 3D-модель с любого софта, там, 3D Max, просто базис. Наши менеджеры обработали предварительную заявку. Дальше передается заявка в конструкторский отдел. Соответственно, для того, чтобы конструктора могли обработать и создать 3D-модель для передачи в дальнейшем производстве. Постоянно обновляем базис, да, то, что от них приходит новое обновление, мы стараемся, изучаем, внедряем то, что для нас актуально. То есть это все официально, не кривую, не ломаную? Нет, у нас мы работаем на официальной версии, только на официальной. Ломаных версий мы не используем, потому что, если вы хотите расти, соответственно, нужно использовать только современное ПО и лицензионное ПО. Ну, это очень такой серьезный принцип отношения. Женя, скажи, пожалуйста, вот, я сейчас сказал такую фразу, что отдел продаж принял заявку в виде эскиза рукой нарисованного. Даже на таком уровне к вам можно входить. Допустим, условно говоря, у меня есть компания, мы умеем продавать, но у нас нифига нет нормального дизайнера. Мы умеем продавать с листа. То есть приехали на объект, нарисовали, человек нам заплатил 200 тысяч рублей, и мы взяли заказ. То есть, условно говоря, вот с таким ручным эскизом я могу пойти к вам, и вы дальше доработать, адаптируйте, или научите меня, как рисовать под ваши задачи. Да, на самом деле вопрос этот достаточно болезненный в современном, на самом деле, производственных процессах. Мы принимаем и обрабатываем, но в наших планах хотелось бы перевести всех на единый софт. Вот расскажи идеального клиента, как это должно быть? То есть, идеальный клиент для нас, как я вижу в современном мире, это клиент, который работает в одном и том же софте с нами. Это может быть либо базис мебельчик, либо базис салон. Грамотно настроенный базис салон. Смотри, для меня вообще логично, да, что если я хочу с вами работать, я должен адаптироваться под вас, а не вы под меня. Это же правильно? Вообще, в целом, да, но мы всегда этим клиенту навстречу, помогаем. Чем хуже и некачественную информацию предоставлю я компанию контрактного производства, тем больше я буду виноват, в конце концов, на выходе сам перед собой. То есть, некого будет винить. Здесь ребята сделают все так, как они поймут по моей, условно говоря, бумажке, правильно? Даже после выявления вопросов все равно может где-то затаиться какое-то недопонимание. Мой дизайнер имел в виду одно, его учили где-то так, он нарисовал по-своему. Вы это поняли по-другому. Соответственно, если мы приходим к одному программному обеспечению, софту, который работает, это исключает вообще в принципе. У вас и так по рекламации вообще там минимально. То есть, если будет один софт, то это в принципе практически на уровне конструкторского отдела исключает рекламацию вообще, да? Да, единый софт, он позволит, вот на примере базис салона, он позволит не только там подкованным, да, людям работать, конструкторам или что-то. Эта работа именно начинается с дизайнера. Там можно нарисовать полностью дизайн изделия, квартиры, изделия со стенами, со всеми примочками, которые там есть. Этот проект, который будет грамотно сделан, можно будет на 80%, точнее он будет готов. Да, будет готов для передачи производства. Все нестандартные вещи, где выпил и сложные изделия, колонки и так далее, сложные углы, это уже будет дорабатывать конструктор. Но конструктор, открыв уже 3D-модель, он уже будет четко понимать то, что от него хотели. Он не будет искать в листах, да, там информацию, лишнюю информацию, которая разбросана может быть там, присылает заказы 5-10 страниц, да? Самое болезненное это что это? Сроки, у всех сроки, да? Когда начинаются вопросы, соответственно, начинаются там либо перезамеры, либо что-нибудь еще, там менеджер или дизайнер у нас на отдыхе, соответственно, все это откладывается, заказ тоже приостанавливается, конструктор не проектирует. Вот я хотел вопрос так задать, твоя сильная сторона такая, профессиональная? Я люблю внедрять. Отлично, хорошо. Все современные тестировать, внедрять и, соответственно, не признаю старых методов, которые уже устарели. Можно, я предположу, будучи знаком с тобой несколько минут, да, но можно, я предположу, что ты стрессоустойчивый человек. Это важная черта для конструктора? В любом случае. Проектирование достаточно серьезный процесс, стресс, вреда, эмоции, да, эмоции не должны тут преобладать в любом случае. Иначе можно получить ошибку. Отлично. Можно я сейчас от всех зрителей, мебельщиков лично тебя поблагодарю за эти слова. Спасибо тебе за ту информацию, которую он нам дал. Желаю твоему отделу успехов. Ни одной рекламации. Да, ни одной рекламации. Любитые доски и профессионального карьерного роста. Игорь, скажи, пожалуйста, для меня очень важный вопрос. Это почему наши партнеры сотрудничают с нами. Вот смотрите, друзья мои, я сам мебельщик, да, Игорь Волчков, я продаю на Москву. Да, у меня очень большой объем. Несмотря на то, что у меня есть свое производство, вот я работаю еще и с Игорем. И хочу сказать, что вообще посвящают мысли забросить чертям собаки свое производство и полностью перейти на аутсорс, потому что Игорь отвечает всем потребностям вот такого мебельщика, как я, да, кухни на заказ. Он делает любые размеры, любые нестандарты, из любых материалов. То есть весь у него этот перечень есть. Хоть это и стороннее производство, хочу его похвалить то, что в рекламациях практически нет. Да, если есть рекламация, то только по вине, допустим, моего сотрудника, моего технолога, который что-то где-то неправильно написал. Потому что у Игоря все делается на ЧПУ, и то есть нужно понимать, что эта ошибка чисто человеческий фактор, чисто человеческий фактор, который допустил и занес эту ошибку в программу ЧПУ. Правильно же, Игорь? Ну да. То есть если случается рекламация, чисто на человеческом факторе еще на этапе проектирования мебели. Это очень важно понять. На выходе у Игоря получается очень хороший продукт, очень достойный продукт высокого качества. То есть его не стыдно показывать моим заказчикам, моим VIP-заказчикам. И не стыдно продавать за миллионы, да? Не стыдно продавать за миллионы. Если вы ищете компанию на аутсорс, допустим, или же рассматриваете какие-то дополнительные мощности для своего производства, то всем советую Игоря. Потому что у него на Москву есть своя логистика. Они могут доставить как и до вашего конечного клиента, как и на ваш склад. Ну и плюс, говорю, опять-таки, если вдруг и случается какая-то рекламация, даже не по его вине, а по вашей вине. У тебя, по-моему, несколько раз в неделю машина на Москву ходит. Все довольно-таки не страшно. Можно сказать, да, пять раз в неделю. Три года назад здесь у себя в Брянске, потому что я понимал уже, что со своим объемом я не могу справиться. Мне нужны большие мощности. Они у него есть, да. Это очень классное подспорье, друзья. Очень классно. Спасибо. Я рад. Хорошим партнерам. Приглашаю вас в сотрудничество. Кто хочет расти в мебельных продажах, в мебельном бизнесе, мебельный заказ. Для роста нужен хороший партнер, который качественно будет производить продукт. Потому что у вас головных болей других достаточно. Продажи, сборки, замеры. Если вы еще будете погружаться в процессы производственные, поверьте, у вас ничего не получится. Приглашаю в сотрудничество, повторяюсь, тех, кто хочет расти в продажах мебели на заказ и выстраивать эту модель, зарабатывать деньги и улыбаться. Друзья, ну что, как вам наш фильм? Наверное, появилось много вопросов, несмотря на то, что мы достаточно подробно и серьезно показали вам производство Игоря. И тем не менее, пора все это прекрасное завершать явление. И сейчас я хочу предложить вам все те вопросы, которые у вас будут появляться, задавать их напрямую Игорю. Потому что внизу под видео я размещу все ссылки и контакты, как вы можете взаимодействовать с Игорем. И в конце фильма я решил сделать вот такое вот заключение. Потому что на самом деле грустно расставаться. Я бы провел у Игоря еще пару дней и пообщался с ним, потому что это интересный человек. Это на самом деле очень сильный эксперт, который растет, развивается. Я думаю, что мы будем продолжать общение. Собственно, Игорь, слово тебе. Спасибо, Юрию, что приехал, навестил. Мы поделились впечатлениями, мнениями, опытом в мебельном бизнесе. Хочу сказать одно. Я выстраиваю компанию свою для того, чтобы решать проблемы мебельщиков. Я хочу производить продукт, который позволяет вам не заниматься производством. И для этого мы делаем все, что в наших силах, что применяем современные технологии, которые есть на рынке. Если у вас получается, тогда получается и у меня. Наоборот, ничего не получится. То есть от того, что я, возможно, буду создавать продукт под себя, под свои хотелки, но он будет вам не нужен, это никому не интересно. В долгую с вами сотрудничать и видеть, как мы вместе создаем прибыльный бизнес, который приносит удовольствие. На такой прекрасной ноте мы завершаем. Спасибо, Игорь. Да.